Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Предприятие Самара Водоканала отмечает грандиозную дату – 130-летие об истории предприятия и работниках, о том, как все начиналось и как со временем менялись технологии по очистке воды и организации водоснабжения, будем говорить сегодня и в нашей студии директор муниципального предприятия Самара Водоканал Сергей Русин. Здравствуйте, Сергей Владимирович! Добрый день! Ну вот 130 лет – это огромный срок для предприятия. Я думаю, что предполагаю, что вы интересовались его историей. Вот что вам показалось важным и интересным в истории такого социально значимого предприятия? Какие страницы, может быть, вас так заинтересовали, зацепили? Ну, в первую очередь хочется сказать о предприятии, то, что предприятие имеет большую историю. Началась эта история в 1886 году. В 1885 году Петром Алабиным было принято решение, что Самаре нужен водопровод. И был определенный подрядчик, который был приглашен на строительство этого водовода. Это были братья Брамлей. И они взялись за строительство этого водовода. В 1886 году, к 14 октября, водовод был построен, и первая вода пошла в город. Значит, первая вода – это из расчета 400 тысяч ведер, что примерно 2500 метров кубических воды в год. Значит, позволял пропустить этот водопровод. Вы озвучили эту дату, 14 октября. Скажите, пожалуйста, 130-летие предприятие будет отмечать, конечно, и на каком-то юбилее Самарводоканала вам лично уже приходилось участвовать в юбилее, принимать участие? Мне лично не приходилось принимать участие. Я первый раз принимаю участие. Может, вы наслышаны, как отмечают? Наши многие сотрудники нашего предприятия, да, на самом деле принимали участие и в 120-летие, и в 125-летие. И приглашали со всей России, со всех предприятий других городов, значит, представителей, делегаций, которые приезжали, поздравляли, так сказать, потому что наш город был одним из лидеров по водоснабжению в России, в СССР. То есть люди приезжали перенимать опыт именно в город Самара. Да. Вот вы начали с такой самой ранней истории, 1886 год, но было еще и время войны, и советское время. Вот если можно что-то вот об этом времени тоже рассказать, как развивалось предприятие, какие такие страницы были у него? Ну, во время войны, так сказать, предприятие выполняло опять очень значимую задачу, потому что город снабжало водой. Это было связано и с поставкой воды для питья населения, и водой на пожаротушение. Вот, и поэтому предприятие эту задачу даже в тяжелое время никто не снимал, так сказать. И сотрудники предприятия, будем мыть, часть оставалась, не ушла на фронт, а выполняла вот эту задачу. В послевоенное время, значит, система водоснабжения начала динамично развиваться. То есть начали строить, то есть первое было городская водопроводная станция, это в районе пивзавода. Дальше, значит, начали строительство НФС-1, НФС-2, так сказать. И город начинал развиваться, сам город вместе с городом начинал развиваться и водопроводная, и конвенционная сеть этого города. Вот город не перестает развиваться, строятся новые районы, все чаще и больше. Это вот, как это в планы предприятия внедряется, вот когда появляются новые районы? Это же саморводный канал тоже обеспечивает водой вот этих людей, которые там живут? Ну, на данный момент нет, так сказать. На данный момент, так сказать, их обеспечивает, значит, фирма СКС, которая вот эти сети взяла в аренду. То есть они предусматривают изначально, подводят сети. А вообще, что представляет из себя предприятие, как инженерное сооружение, вот Самара Водоканал, чтобы вот зрители, все горожане представляли, что это такое? Потому что, ну, обыватели открывают кран, с водой вода льется, а что за этим стоит, сложно представить, как инженерная конструкция. С чего все начинается, заканчивается краном. А вот с чего начинается? Ну, если сказать, то это большой и сложный механизм, так сказать. Это от подъема воды, которую принимают, значит, водозаборные станции, в которых находятся насосы, трубопроводы, фильтровальные станции, очистки воды и насосы, которые подают почищенную воду уже, значит, в трубопроводы, которые в разветвленной сети. То есть как паутина, которую только не видно, так сказать, которая находится под землей, имеет разветвленную сеть, и к каждому дому подходит водопровод определенного диаметра, который позволяет снабжать этот дом водой, так сказать. И когда мы приходим домой, открываем кран, то мы видим ту воду, которая идет, которая прошла большой длительный путь, которая в поставке этой воды принимала большое количество людей, участие, начиная, я говорю, от подъема воды и до крана, который находится у нас в домах. Да. Мы пьем, то есть, волжскую воду, она всегда волжская, да, вода, которая до нас доходит из Волги, или нет? Или, так сказать, про все нельзя? Нет, про все, так сказать, нельзя, потому что большая часть населения пьет волжскую воду, но есть население Куйбургского района, которое пьет воду из артезианских скважин, которые находятся в районе Южного шоссе и поста Гаинской, то есть там находятся водозаборы артезианских скважин, которые подают оттуда воду. Вот, но волжская вода, она всегда была, есть и будет, она была лучше, чище, так сказать, и более востребованная. Да, а со временем качество воды не меняется в худшую сторону? Ну, меняются технологии, которые позволяют улучшить, наоборот, качество воды, которое подается в водопроводную сеть, соответственно, доходит до людей. Да, потому что мы говорим, что вот вода Волги в той же загрязняется, да, вот возникают некоторые опасения, может быть, а убывателю, что и мы будем пить воду по хуже качествам, но технологии этого не позволяют, да, в это сделать? Ну, я говорю, повторюсь, что технологии меняются. За качеством подаваемой воды жителям города ведется контроль, существуют лаборатории, которые ежечасно, ежеминутно производят контроль воды, которая идет к жителям, так сказать, после специализированной очистки. Ну, 130 лет – это очень большая дата. Вы там работаете недавно, возглавляете предприятие, и все-таки, я думаю, что вы знаете о ветеранах, о династиях, может быть. Удалось с ними повстречаться, встретиться или нет? Или вот вы работаете только со своими нынешними работниками и сотрудниками? Ну, встреч специальных мы не организовывали, хотя, будем говорить, само предприятие раньше имело порядка, значит, трех с половиной тысяч человек, так сказать, и было принято, что на предприятие приходит, значит, отец семейства, под него подрастают дети, которые тоже приходят. Есть преемственность, да? Да, очень, наверное, предприятие было это очень развито, так сказать, приходило очень много, то есть люди устраивались семьями, семьями работали, потом приходили родственники, так сказать, по рекомендации, потому что предприятие всегда было стабильное, всегда было работоспособное, и люди хотели на нем работать. Поэтому они туда с удовольствием шли, работали и до сих пор работают. Да, и этих людей предприятие не забывает. Вот сейчас мы будем смотреть сюжет о бывшем руководителе Владиславе Николаевича Плятнере, который очень много работал на самоработоканале, внес свой вклад и отметил недавно свой 85-летний юбилей. Давайте посмотрим сюжет. Спасибо вам за воду, которая течет из наших кранов. Владиславу Николаевичу Плятнеру 85. Это человек, который всю свою жизнь строил в Самаре водопровод. С юбилеем именинника поздравляет целая делегация. Глава Самарского района, сотрудники водоканала и представители городской администрации. Праздник двойной. В этом году водоканалу исполняется 130 лет. Владислав Николаевич помнит, как праздновали предыдущие и даже вековой юбилей организации. Вы сделали такой большой вклад в городу, что жители города вам были благодарны, потому что вся вода, которая идет, это была в ваших руках. И большой разницы я водопровод получил именно, когда вы руководили. В водоканале Владислав Плятнер трудился с 1961 года. За 40 лет был и начальником насосно-фильтровальной станции, и главным инженером, а потом и директором водоканала. Про себя, говорит, работал всегда честно, не халтурил. И за воду, которую подавал в дома самарцев, отвечает головой. Я пью только нашу воду. Я не пользуюсь этими бутылочками. Я пью прямо из-под крана. Всегда пил и пил. Я знаю, что она хорошая, хотя говорят, что она там мутная и все. А да, везде мутная. Юбиляру, как полагается, все почести, цветы, подарки, медаль Куйбышев «Запасная столица» и путевка на турбазу. Дышать свежим воздухом и поправлять здоровье. Тем более, что сам Владислав Николаевич всегда любил путешествовать и отдыхать на природе. Вам все-таки удалось лично пообщаться, да? Я видела вас в сюжете, вы были на юбилее. Вот о чем рассказывал дополнительно, может быть, Владислав Николаевич, как предшественник ваш? Это всегда важно, наверное, интересно услышать какую-то историю, может быть. Ну, Владислав Николаевич – это вообще удивительный человек, скажем, человек с большой буквы, человек с большой судьбой, который практически всю жизнь отдал самарскому водопроводу «Самара-Водоканаловская». Вот, и все развитие самарского водопровода в основном проходило в тот период, когда Владислав Николаевич работал на предприятии. То есть он начал с низов и дошел до должности директора, так сказать. И точно так же, будем говорить, с небольших очистных сооружений, так сказать, с небольших станций водозабора, предприятие именно при нем приобрело тот вид, который сейчас имеет. То есть то количество водозаборных станций, так отремонтированы городские очистные сооружения. То есть это все как раз делалось и начиналось делаться при нем, так сказать. То есть тот основной костяк, который сейчас находится на предприятии, был заложен именно Плятнером. Он, это человек истории, и вот как вот он сказал, вот, когда давал интервью, когда мы его поздравили в день рождения, сказать, что он говорит, я пил, пью и буду пить эту воду, которая течет из-под крана, не буду пользоваться никакими фильтрами. И как один из девизов сказал, что да, я вот дожил до стольких лет, потому что я пью эту воду, вот сказать, воду, который вот организовал, которую, значит, поставляют всем жителям города Самары. Сергей Владимирович, ваша работа сегодня как выстраивается? И в качестве руководителя что вы курируете? Какие районы снабжаете водой? И вообще, вот хотелось бы услышать о ваших принципах как руководителя. Чем вы руководствуетесь в работе? Потому что предприятие все-таки социально значимое. Ну, понимая ту задачу, как вот правильно сказали, социально значимую, то есть мы и стараемся исходить из этого. То есть принцип, чтобы люди были довольны нашей работой. То есть в первую очередь мы обращаем внимание на вопросы, которые задает население, на жалобы, если в них они возникают. То есть мы работаем с людьми. И в первую очередь мы стараемся, чтобы эта наша работа была полезна для них. Мы, наша работа, то есть наших сотрудников нацеливали на то, чтобы они именно по отношению к людям относились внимательно. Значит, все те вопросы, которые у них возникают, отрабатывали. То есть если у нас поступила какая-то заявка, то есть на это по заявке выезжают туда бригады, смотрят, анализируют, почему, так сказать, появились какие-то вопросы и стараются их устранить, так сказать, если это возможно. И если эти вопросы касаются нашего предприятия. Потому что очень много вызовов, которые не относятся к нашему предприятию. То есть если там, условно говоря, где-то какой-то коллоид, то всегда все думают, что это водоканал, так сказать. Хотя это не всегда так. Людям, те, которые находятся в обслуживании нашего предприятия, это Куйбышевский район и Красноглинский. Красноглинский, значит, часть Красноглинского и часть Куйбышевского района. Значит, когда мы туда пришли, люди с недоверием отнеслись к предприятию, что, так сказать, очень много было управляющих компаний, которые занимались обслуживанием сетей водоснабжения. И они с осторожностью начали относиться точно так же к нам, так сказать. Но потом увидели, что муниципальное предприятие, это не просто предприятие, которое пришло зарабатывать деньги, оно еще и дает для этих жителей ту работу, которая необходима, чтобы водоснабжение или водоотведение было безупречным. Вот в поселке Прибрежный, значит, после полутора месяцев нашей эксплуатации, значит, люди обратились к нам с просьбой, что у них 25 лет, значит, а в домах не было воды на четвертом этаже. То есть в течение месяца наше предприятие решило этот вопрос, и люди были очень довольны. А у нас есть сюжет на эту тему как раз. Давайте посмотрим, как вы исправили ситуацию в Прибрежном. Хорошо. Любовь Калинина в поселке Прибрежный живет уже лет 20, и все это время три дома по улице Юности страдали от нехватки воды. Оплатили, как все по тарифу, и только на майские праздники жители впервые в полной мере ощутили на себе все блага цивилизации. Увеличился напор воды в трубах за счет подключения сетей к другой линии башни. Подачи воды очень слабая, не хватало. До четвертого этажа совсем воды не было. Они шли уже купаться в 12 часов ночи. Просто. Особенно летом. Вот. А сейчас они очень довольны остались. Мне очень работа Самара водоканал понравилась. Очень четко работали. Вода в дома жителей поселка поступает из артезианских скважин. Когда три месяца назад хозяином предприятия стало муниципальное предприятие города Самары, Самара водоканал, планомерно стали проходить техобслуживание и ремонт, привели в порядок и сам цех. Вода у нас соответствует ГОСТу. Вода проходит только ультрафиолетовую обработку лучами. В дальнейшем она идет к потребителю. Порядка 4 тысяч в сутки кубов воды уходит. Ну а уж за месяц это элементарно посчитать. Порядка 90 тысяч кубов. То есть если требуется вода больше, мы всегда готовы поставить на потребителя воду. К канализационные стоки Прибрежного приходят сюда. Грязная вода превращается в чистую в три этапа. Сначала ее покидают мусор и песок, потом идет биологическое восстановление микроорганизмами, заканчивается все ультрафиолетовым обеззараживанием. После чего вода оказывается в Волге. Вся грязь вывозится на специальные полигоны. За год получается несколько сотен тонн. В сутки очистные сооружения могут привести к экологическим стандартам 10 тысяч кубометров воды. Сейчас станция работает на четверть мощности. Очистным сооружением требуется реконструкция. Новый хозяин промышленного объекта Самара-Водоканал приступил к поэтапным работам. Менять задвижки трубы уже привел в порядок одну из ван биологической очистки. Лаборатория Санопитслужбы. Каждую неделю показывает, что вода после фильтрации соответствует всем ГОСТам экологической безопасности. Да, вопрос очистки воды всегда интересует людей. Здесь вот было все прекрасно подробно рассказано. Так как вы предприятие муниципальное, хотелось бы узнать у вас, как вы сотрудничаете с городом, с администрацией. Насколько вы взаимы, ну не то что зависимы, а вот как происходит ваше сотрудничество? Ну, если взять историю, то будем быть учредителем нашего предприятия, это и администрация города, и департамент имущества. Поэтому будем быть предприятие полностью принадлежит городу. Соответственно, все задачи, которые ставит город предприятием, выполняются нашим предприятием. Вся часть прибыли, которую зарабатывает предприятие, уходит в город. Понятно. А какие основные направления деятельности? Вот вы сказали, что муниципалитет ставит задачи. А вот чем занимается Самара Водоканал? Какие, в основном, какие виды деятельности? Ну, основная деятельность Самара Водоканал, это, значит, подача воды и водоотведение от жилых домов, от предприятий, которые находятся в зоне обслуживания. Но в этом году, значит, по поручению главы города, значит, предприятие взяло на себя реконструкцию улиц Старозагора. То есть, значит, у Старозагора юбилей в этом году. Вот, и в рамках этого юбилея предприятие, значит, являясь заказчиком, отремонтировало всю улицу Старозагора. Ну, точнее, не всю, от улицы, значит, 22-го парсъезда до Нововокзальной. Да, вот так интересно. То есть, было сделано три фонтана, ну и, будем говорить, установлено 86 лавочек, 47 урн. То есть, засеяно порядка 30 тысяч квадратных метров газона. Ну и, то есть, очень достойно сейчас эта улица выглядит. Да, ну надо же. Восстановлена была мозаика старая, так сказать, историческая, так сказать, которая была 50 лет назад. То есть, у предприятия есть такие даже возможности, оказывается, не связанные с вашей непосредственной деятельностью, да, буду ответить. Ну, это было поручение, поэтому предприятие это поручение выполнило. Да, ну, спасибо вам за это, хочется поблагодарить. Теперь мы будем, я лично буду знать, кому обязана. Мне хочется сказать, наверное, все-таки, чтобы вы говорили спасибо не предприятию, а именно главе города, который дал такое поручение. И я считаю, что мы с этим поручением справились. Да, ну хорошо, что все это достойно произведено. И еще хотелось бы уточнить, вот действительно, в зависимости, что меняется в зависимости от района. Вот уже было показано в Прибрежном, как меняется ситуация, а в других районах еще что-то происходит, вот кроме Прибрежного. Потому что, вы сказали, где-то из Волги, где-то из Артезианского колодца вода поступает. Везде разная ситуация. Еще как бы это характеризовать? Ну, значит, еще один район города, это Куйбургский район, часть Куйбургского района, в котором мы тоже принимаем участие, тоже даем людям воду, так сказать. Ну и тоже, будем говорить, начиная с прошлого года, мы там выполнили очень большие работы в плане подготовки к зиме, установки новых водоразборных колонок. В этом году, так сказать, была выполнена закольцовка трубопроводов, потому что жители обращались и жаловались, что у них вода имеет присутствие запаха, потому что был тупиковый участок. И, будем говорить, вода заставилась после выполнения нами этих работ, значит, приезжала санэбидемстанция, отбирала пробы на качество воды и, как бы, их качество воды, которое сейчас стало удовлетворило, так сказать. Да, оно там далеко от идеального, далеко от тех требований, которые необходимы, но стало намного лучше. У нас есть еще один сюжет, тоже про район, про Рубежный, как там сегодня складывается ситуация с подачей воды. Давайте посмотрим его и продолжим разговор. Вот, водичка идет, вот, чистая идет, у нас вода вот, а тут у нас вот фильтр, вот, фильтр идет. Любовь Микуленко, как ребенок, радуется чистой воде в кране. Кому-то привычная картина, а вот для жителей Рубежного – волшебство. Долгие годы эту воду можно было использовать разве что для полива огорода. Готовить и стирать в ней было страшно. Зато теперь и вода прозрачная, и напор хороший, и отключений нет. О ржавчине вспоминают крайне редко. Ржавая вода идет, когда ремонт идет, они там где-то в стройцехе включают, башню, оттуда идет, а отсюда на хорошую воду идет. Долгое время в поселке никаких работ в системе водоснабжения не производилось, и, по сути, использовался тот потенциал, который был заложен при строительстве этого поселка в советские времена. С тех пор сети не ремонтировались, а лишь приходили в негодность. Отсюда и постоянные аварии и отключения. Обслуживание поселка Рубежный перешло к Самар-Водоканалу только год назад. За это время уже успели очень многое сделать. Заменили 60% запорной арматуры, привели в порядок территорию водонапорной башни Рожновского, оградили забором. Раньше во время аварии приходилось отключать полностью весь поселок от водоснабжения, что сейчас уже делать не надо, так как стоят задвижки новые, отключаются короткими участками. И по поселку, в принципе, весь остается с водой, только аварийные участки. К водоснабжению в поселке подключено 57 многоквартирных дома и дома частного сектора. Всего около тысячи жителей. В настоящее время ведутся работы по устройству колодцев на улице Ореховской и Охтинской, которые завершатся к сентябрю. В данный момент работа по графику происходит. Все успеваем, все делаем. Сейчас производим замену старого колодца, разрушенного. Делаем новый узел, врезку на дом, потому что так вообще не отключался уже много-много лет. И потихонечку будем каждый дом так переделывать. В сентябре начнется проектирование станции очистки воды, после чего Самароводоканал приступит к ее строительству, чтобы в дома жителей поселка Рубежный вода поступала не только без перебоев, но и была пригодна для мытья и приготовления пищи. Вот здесь прозвучало в сентябре, снимали сюжет немного раньше. Вот что сегодня, если подытожить, как ситуация завершилась в поселке, какая вода? Ну, там же было сказано в сюжете, что мы приступили к проектированию. На сегодняшний день работы ведутся, но будем быть, этот процесс не быстрый. Это будет целый проект, в котором будет разработана, согласно нормам, система очистки, какое оборудование необходимо подобрать. И в следующих годах мы планируем реконструкцию, согласно этого проекта. То есть, проект еще должен пройти потом экспертизу, так сказать. То есть, это долгий процесс, это не быстрый, так сказать. И спасибо людям, которые готовы потерпеть, подождать, когда это событие произойдет, потому что они знают, что это делается для них. А какие планы еще на ближайшее время, может быть, жители города, что-то вы запланировали, но еще не все об этом знают. Вот чем вы сегодня занимаетесь, над какими проектами, что будет в ближайшее время? Самар-Водоканал чем занимается? Ну, он не будет заниматься, он уже занимается. Это опять по поручению главы города, скажем, в рамках чемпионата мира было поручено оформить въезд в город в районе торгового центра «Амбар» на Южном шоссе, скажем, там, где проходят коммуникации, которые находятся в хозяйственном ведении МПС «Амар-Водоканал». Вот, над ними сейчас выполняется благоустройство. Значит, будет... Ну, как у вас интересно, получается, смежное какое производство и строительство. В этом году были вот такие поручения, которые мы стараемся выполнить. Для того, чтобы городу было лучше, чтобы было приятно, так сказать, в него въезжать, и чтобы внешний облик, так сказать, от въезда тоже зависел, так сказать. Но вам, так как вы строитель по своей первоначальной специальности, это нечувство, да, и вот как-то все соединилось даже удачно для вас, что вы это совмещаете? Мы приобретаем даже, наверное, какие-то дополнительные знания для того, чтобы город стал лучше. И также планируется, значит, приступить к реконструкции, значит, очистных сооружений в поселке Прибрежный. Ну, есть еще ряд планов, ну, которые есть. Пока рано озвучивать, да? А что сегодня из себя представляет предприятие «Амар-Водоканал»? Вот в таких вот цифрах, может быть. Сколько работников, какие мощности, еще что-то, сколько обеспечиваете людей? Ну, значит, сейчас на данный момент 166 человек работают на предприятии. Значит, мы обеспечим полностью водой поселок Прибрежный, значит, и водоотведение от этого поселка. Мы обеспечиваем водой еще поселок Березы, который относится к аэропорту Курумычу. То есть тоже там и водой, и водоотведением. Вот. Ну, про поселок Рыбежный мы с вами уже говорили. Да, да. Так как вы занимаетесь водой, все-таки, как вы сказали, работаете с людьми, но я думаю, что вода не последнее место занимает вот в вашем мироощущении сегодня, связанной с работой, вот и с жизнью, раз вы так тесно сегодня работаете с предприятием. Что в вашем понимании вода? Вот я задавала вашим работникам, предприятиям, ветеранам этот вопрос. Вот какое определение воды вы бы дали, как вы ее воспринимаете? Ну, вода – это жизнь, потому что, будем говорить, все и животные, и люди, так сказать, состоят на большую часть из воды, так сказать. То есть и без воды, если без еды человек может прожить долго, то без воды – это очень короткий промежуток времени. Да, и нет ничего важнее, конечно, жизни, и такое емкое определение – вода – это жизнь. Кстати, уже вот ваш сотрудник Мартыненко дал точно такое же определение, вот как он понимает, что такое вода. Как складывается ваш рабочий день, Сергей Владимирович? Вот вы сказали, что у вас столько много таких вот смежных еще и работ вам приходится проводить. А вообще вот что представляет из себя рабочий день руководителя Самара водоканала? С чего он начинается? Что вы курируете? Что контролируете? На что свое особо пристальное внимание обращаете? Ну, как руководителю необходимо быть в курсе всех событий, которые происходят на предприятии. Поэтому приходится, будем спрашивать с подчиненных обо всех вопросах, которые возникают. Что происходит на предприятии, за рамками предприятия. То есть руководитель должен знать все. Рабочий день начинается у нас на предприятии с без 15,8 и заканчивается он уже далеко за 16, 17, 18, 19 часов. Потому что по мере необходимости я как директор на хорошем предприятии. Сказать, что это неправильно, наверное, нет. Потому что, будем говорить, та ответственность, которая возложена на меня, главой города, та ответственность, которая наложена на наше предприятие, не позволяет думать о времени отдыха, а позволяет только думать, наверное, о работе. Хотя, будем говорить, от этого, наверное, немножко страдает семья, которая говорит... Да, у такого, как мы уже несколько раз сказали, социально значимого, хоть это звучит вот так сухо, но на самом деле это жизнеобеспечивающее предприятие. Оно круглосуточно, в круглосуточном режиме работает. Да, поставка воды идет в тех районах, где мы снабжаем, круглосуточно, и водоотведение тоже. А насколько автоматизировано сегодня ваше предприятие? Меняются же технологии, да, вот они входят? Сегодня, вот как можно определить? Ну, вы правильно сказали, то есть, значит, прогресс не стоит на месте, то есть внедряются, значит, новые технологии. Это частотное регулирование, значит, насосов. Это и, значит, автоматизация, которая, значит, позволяет контролировать, значит, необходимость включения дополнительных насосов при подаче. Если объем воды, которая подается в сеть, не хватает, то, значит, автоматика дает команду включения других насосов, и насосы дополнительно включаются. Соответственно, подача воды остается бесперебойной. Да. Давайте еще раз посмотрим на ваше предприятие, причем начнем с его истории и нескольких кадров о том, как оно выглядит сегодня. Вода в трубах, в кранах, в каждом доме. Жителей Самары вот уже 130 лет обеспечивает водой Самароводоканал. 130 лет назад был открыт Самарский водопровод. Тогда, в 1886-м, его протяженность составляла всего 27 километров 500 метров. Он состоял из одной водонапорной башни и котельной с тремя котлами. Самароводоканал. 130 лет на службе города. Так, мы подытожили нашу программу, а я попрошу вас как итог все-таки поздравить своих сотрудников и работников нынешнего Самароводоканала с таким юбилеем, как руководитель предприятия. Что бы вы пожелали? Ну, мне бы хотелось, конечно, поздравить всех представителей, ну, наверное, в первую очередь, ЖКХ, которые имеют отношение к водопроводу, канализации, значит, всех сотрудников нашего предприятия, сотрудников фирмы СКС, которые в данный момент тоже несут большой вклад в город по обеспечению водой. Значит, пожелать, чтобы то отношение, тот посыл, который был заложен нашими коллегами в предыдущие годы, оставался и сейчас, и позволял предприятиям динамично развиваться и давать в город только хорошего качества воду. Мы поздравляем и вас, как руководителя предприятия, с таким юбилеем. Желаем вам всего самого хорошего, и спасибо за то, что вы делаете для горожан. Еще раз с юбилеем. Спасибо вам. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова